Вечер во Владимире продолжается и по традиции четверга. Обзор Владимирской газеты. Конечно же в нашей студии директор издательского дома Томикс Сергей Казаков. Сергей Валентинович, здравствуйте. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы уже до эфира начали обсуждать олимпийские успехи. Да. Да, тема очень большая. Есть ли она в вашем номере? Да, она у нас есть. У нас спорт вообще всегда присутствует на наших страницах. Вот золотые наши. Артур Далаян, который является гимнастом и который представляет на Олимпиаде Владимирскую область. Правда, там такой, знаете, бывает зачет по двум регионам. Он, по-моему, частично Владимирский, частично, насколько я помню, Воронежский. То есть он вот как бы две территории представляет. Но не важно. Важно, что все-таки он нас представляет там на Олимпиаде. И у них золотые медали в командном зачете. И мы, конечно, рады этому. Потому что хотелось бы, чтобы во Владимирской области появился свой олимпийский чемпион. Наша область, как все мы знаем, очень с давних пор славится олимпийскими чемпионами. Мы помним Николая Андреянова, тоже гимнасток, который прославил нашу область. И его будем всегда помнить. Его рекорд, не знаю, побит, не побит. Шестикратный олимпийский чемпион, насколько я помню. И, конечно, следим за Олимпиадой. Вот. И еще раз говорю, что тема спорта, она у нас есть на странице газеты. Здесь еще и говорится о такой волевой победе нашей команды Торпеда, которая сейчас в Кубке России участвует. И вот она, команда Торпеда, смогла одолеть команду Родина. Ну, такое название. Вот. Они сумели там на последних минутах буквально получить право на пенальте. 11-метровые. И забили. И 3-2 обыграли эту команду Родина. Пошли дальше. Вошли в 1-64-ю вот этого Кубка. И теперь двигаются вперед. И вот впереди игры у команды Мура на воскресенье. Они тоже будут участвовать тоже в футбольном матче. Так что мы спорт не забываем. И на наших страницах всегда любители спорта могут найти информацию. Но, к сожалению, приходится писать о коронавирусе. И вот у нас первая полоса отвечает, отмечена, открывается коронавирус и бизнес. Кто кого. То есть такая актуальная тема, потому что сегодня как бы наше руководство руководство региона старается сделать все, чтобы сохранить бизнес, чтобы не закрывать какие-то, значит, наши организации там. Ну, а как правило, все начинают с общественного питания, с ресторанов, кафе, значит, туристических различных кластеров, там, гостиницы. И сегодня вот решение, помните, мы обсуждали уже, мы эту тему поднимали на Старинецгазет, вот она у нас продолжается, что были принято решение как бы закрыть уже там, ну, точнее, не закрыть, а ограничить кваркодами там различными, ПЦР-тестами, ну, практически закрыть. Там даже летние площадки как бы тоже попали под этот указ губернатора, но потом были переговоры, они вроде бы завершились, ну, относительно, как бы положительным решением для вот этих бизнесов, ну, правда, их обязали до, по-моему, 15 сентября или августа, точно не помню, привить там 60% коллективов вот этих предприятий, этих организаций. Кстати, и вот в связи с этим у нас тоже информация, тоже в газете мы не пишем, что, в общем-то, поставки продолжаются, вакцины в Владимирскую область, но ее недостаточно, то есть сегодня очередь превышает вот те поставки, которые, значит, осуществляются в Владимирской области. И, понимаете, вот тут можно упрекать и меня, как депутат законодательного собрания, что что-то я не дорабатываю, и к моих коллег, там, и губернатора, но проблема в чем? Проблема в том, что это распределение вакцины, оно происходит именно с распределением, это не закупка какая-то на рынке, это не возможность там как-то вот где-то найти эту вакцину, мы можем ее только получить, ну, так скажем, из Москвы, от правительства, от Минпромторга, да, соответственно, по нашим заявкам, я так понимаю, что не приходит достаточное количество вакцины, например, в Москве уже привит там, ну, одним компонентом, вот, насколько я помню, 31% населения, в Белгородской области 40% населения привито, а в Владимирской 15%, мы там где-то ближе к концу вот этого списка в аутсайдерах находимся, но это не наша вина, вот, не нас, вот, представители власти, это наши телезрители, уважаемые, должны понять, сегодня официально произведено, вот, было 35 миллионов доз вакцины, и 35 миллионов фактически все и привили, 35 миллионов, то есть, все, что изготовили, все и привили, поэтому взять еще дополнительно 35 там миллионов, условно, их негде, знаете, у нас сейчас, ну, есть определенный дефицит вакцины, я, кстати, предлагал в прошлом заседании, взгляд в собрании, ну, как бы обратиться в правительство, чтобы нам в Владимирской области начали поставлять более активно эту вакцину, потому что, если мы говорим, что вот, мы говорим, что надо привить там 60 процентов определенных коллективов, а люди пытаются записаться там через госуслуги, а их записывают куда-то там уже чуть ли не на октябрь, то как можно выполнить вот это вот постановление, там, Роспотребнадзора или там губернатора, это невозможно, правильно, поэтому мы должны как бы здесь все-таки федеральные центры потеребить, пусть они изыскивают возможности увеличивают мощности производственные, там, не знаю, ну, все что угодно, может закупают, сейчас заговорили даже о том, что может закупить все-таки какую-то иностранную вакцину, даже есть мнение специалистов, что неплохо было, когда будет уже пройдет 6 месяцев те, кто вакцинировался, им снова надо вакцинироваться, да, вот такая реновакцинация, да, ревакцинация, ревакцинация, да, кстати, уже началась, началась, ну, что такое началась, когда нет вакцины, понимаете, поэтому, конечно, нужно как-то думать, потому что призывать, я сам призываю всех вакцинироваться, а призывать, когда нет вакцины, ну, сложно, Северная Корея, вот такой, такой известный всем государство, ну, достаточно закрытые, мало известные, они мало пишут, мало информации, ну, вот к нам приехали и встретились с руководством нашего региона, и мы им там собираемся делать поставки различных и продуктов, и там железнодорожных каких-то компонентов, ну, интересный такой факт, почему-то их к нам, к нам каким-то ветром занесло, и они у нас здесь побывали, но опять информации не так много, наверное, именно потому, что они вот достаточно закрытая страна, ну, все равно надо с ними сотрудничать, вот, койки в больницах не приносят прибыли, знаете, такой заголовок продолжает сокращение коечного фонда, и вот здесь были запросы депутатов по этому поводу в законодательном собрании, вот, что, почему койки сокращаются, и вот председатель комитета профильного Сергей Бирюков, в общем-то, ответил на этот вопрос, он сказал, что койки, нашему журналистам, что койки, они сами по себе, как бы, прибыль не приносят, а приносят больной, который на них попадает, а когда больной попадает на койку, он приносит деньги из фонда УМС, за ним идет, вот, по страховому полюсу, вот этот, вот, денежные знаки, так сказать, в больницу, да, а если больных немного, а койек много, а койки лишние, то тогда, как бы, здесь получается вот такой вот дисбаланс какой-то, и главные врачи стараются эти койки сократить, потому что там еще какая-то на них нагрузка ложится, если у тебя койка есть, вроде, типа, ты должен там с нее что-то там заработать, а если ты не зарабатываешь, то тогда тебе там как-то уже начинают какие-то санкции применять, и врачи сокращают эти койки, не должны пустовать койки, и получается, что, вот, понимаете, не приносят прибыль, то есть, с одной стороны, ну, вроде бы, вот ковид показал, вот эту вот эпидемию, что у нас не хватает коечного фонда, мы начинаем закрывать какие-то профильные отделения, там, хирургические, другие, вот, и переводим их под ковид, с другой стороны, ну, так сказать, в мирное время, когда все развивается без таких вот чрезвычайных ситуаций, появляются какие-то лишние койки, и вот как этот дисбаланс, баланс, точнее, соблюсти, чтобы мы могли иметь в резерве какие-то мощности, где есть там и кислород, и вот коечный фонд, и какой-то мобилизационные возможности туда направлять врачей, чтобы они там быстро все это организовали, да, если будет какая-то опять эпидемия, а при этом, значит, мы должны и вот основные наши койки, которые, как я говорю, в мирное время сохраняются, тоже наполнять, чтобы они не простаивали, чтобы они, ну, приносили, как бы, для больницы доход, потому что, ну, как бы мы ни говорили, все равно любая сегодня больница живет именно от количества больных, которые там пролечились, это уже такой у нас закон федеральный, его приняли и он исполняется, хороший он, плохой он, это уже можно спорить, но он есть, ковид у нас немножко, мы его чуть-чуть побеждаем, помните, мы с вами радовались, что там в пределах 50, да, потом он куда-то ушел за 225 уже туда, сейчас уже 209 или там 202 даже кажется, вот уже сегодня, нет, 200 все-таки 9, да, 208, 208, 209, то есть, человек заболевших, то есть, ковид немножко отступает, ну, я надеюсь, что, в том числе, наши с вами советы здесь, на вашем канале, мы просим телезрителей наших, там, мыть руки, вот эти элементарно, носить маски, да, ну, прививки вот делать, если они появятся, дополнительные, конечно, я надеюсь, что они все-таки придут к нам, это поможет нам его победить, поэтому, конечно, ну, ковидная тема, она не скоро уйдет, к сожалению, с наших страниц, вот, значит, благие намерения перешли в социальную несправедливость, ну, депутаты, опять у нас, законодательное собрание недавно состоялось, поэтому еще вот такие материалы у нас продолжают появляться, это о том, что депутаты решили поддержать наших спортсменов, вот как раз Олимпиада, да, вот уже появился там олимпийский чемпион, выделением земельного участка, ну, и были коллеги, которые начали выражать неудовольствие, что вот, мол, еще и спортсменов добавляют к тем очередям, которые у нас образовались там от многодетных семей, которые никак не могут получить землю под строительство своих домов, и теперь еще спортсменов сюда, ну, в общем-то, в результате все-таки закон был принят, ну, сказали, что их не так много этих спортсменов, что, в общем-то, надо их как-то удерживать, потому что, вот я уже сказал, что двойные зачеты, к сожалению, не все спортсмены, которые у нас начинают тренироваться, в итоге остаются у нас, и вот они, ну, приходится нам делиться с каким-то другим регионом, и уже как бы это неполноценный наш спортсмен, а хотелось, чтобы он, конечно, был Владимирским, жил здесь, и продолжал, так сказать, оставаться в качестве, может, там потом тренера, и, так сказать, вот. Ну, такая тема, тоже спорная, не спорная, но со знаками вопроса, это тут речь идет о пиаре на детских площадках, ну, что в городе Владимире, у нас депутаты все городского совета сейчас от партии «Единая Россия», и, в общем-то, вот впервые, как бы, им выдали там по два с лишним миллиона рублей на каждого депутата, ну, вот на этот год, который они имеют права потратить в своих округах, ну, и, в общем-то, тоже по этому поводу есть определенные там мнения, что вот они вроде все равно деньги налогоплательщиков, они их там, так сказать, тратят вот у себя в округе, и при этом себе приписывают всю славу, а деньги-то, в общем-то, общие, и, ну, так сказать, вот такого никогда не было, и, конечно, ну, понятно, что легче, когда у тебя есть такие средства, и ты можешь их потратить в своем округе. Я говорю, мне не разные, кто-то говорит, ну, а что плохо, вот депутат теперь может помочь конкретному округу, конкретным там, конкретным людям в этом округе, а кто-то говорит, что это больше для пиара делается, что могли бы и так сделать это все из бюджета на эти же деньги, и так же городская власть могла все это обустроить в этом же округе, но только это было бы не от депутата, а вроде как от городской власти, от исполнительной. Ну, я говорю, здесь очень, так скажем... Спорный такой момент. Ну, спорный момент, конечно, конечно, и, конечно, как бы здесь получается, что всегда мы сталкиваемся, ну, иногда на самом деле двойные стандарты. Да, и вот о двойных стандартах тоже пишет наша газета, Оксана Катина следила за заседанием Законодательного собрания, там обсуждался вопрос, губернатор предложил открыть, так сказать, патриотический лагерь и деньги на это направить, вот, но депутаты от Единой России, которые большинство представляют и в Законодательном собрании, и только в городе Владимире, правящая партия предложила не направлять вот на этот лагерь, там какие-то были обоснования, но при этом открыли там другой патриотический лагерь уже сами, вот, где-то там в Исходостальном районе, по-моему, и, конечно, вот об этом наши журналисты пишут, что нет ли тут двойных стандартов, что когда предлагает просто губернатор, то это тормозится, а когда это предлагает правящая партия, то все это идет на ура. Ну и вот 24 июля у нас был праздник, день работников торговли, да, их у нас очень много, вот таких организаций у нас почти 5492, вот мы их, так сказать, поздравляем, работники торговли, как я понимаю, особенно в связи с появлением таких сетей, у нас их становится все больше и больше, да, вот они у нас, да, такой самый массовый класс, который трудится в этой сфере, вот работать торговле, отпраздновали свой праздник, но и об этом тоже у нас есть материал, вот, ну и вот Ремига, исполняющий обязанности губернатора, Александр Ремига, он тут посетил в Гусь-Хрустальном предприятии, вот какие предприятия вы сами прочитаете, но они работающие, и в общем-то надо отдать должное вот тем предпринимателям, которые работают, создают как раз тоже рабочие места и в производственной сфере, вот, и было отмечено, что, в общем-то, даже в период эпидемии у нас есть нормально работающие, динамично развивающиеся предприятия, вот, ну, чтобы поднять ЖКХ с колен, это тоже материал с законодательного собрания, было подписано консационное соглашение о включении, присоединилась к Владимиру теплогазу, в общем, Селивановский район, отдали в концессию, соответственно, там, тепловые сети, котельные, ну, были тоже споры по этому поводу, но, на мой взгляд, это правильное решение, потому что не хватает у муниципалитета возможности вот самому поддерживать вот эту систему ЖКХ, а Владимир теплогаз, все-таки областная организация, она может помочь. и такая уже, наверное, всем нашим читателям известная рубрика, может, ее даже кто-то ждет, это их знает не только в лицо, по итогам упоминаний в нашей газете, по итогам вот месяца мы делаем такие номинации, топ-20 наших всех общественных деятелей, политиков, ну, и вот здесь они все по номерам расставлены, на первом месте губернатор Владимир Сипягин, здесь Максим Шевченко есть, депутат законодательного собрания, да, ну, и всех остальных вы можете сами, купив завтра газету в киосках распечатки, узнать, кто же вошел и на каком месте расположился. В общем, газеты интересные, я не все, как всегда, успел вам рассказать, но, я думаю, в том есть интрига, что вы можете, купив газету, прочитать все, что мы здесь для вас подготовили. Это был Сергей Валентинович Казаков, директор издательского домя Томикс, с обзором Владимирской газеты. Спасибо. Увидимся ровно через четверг. До встречи. Всего доброго.